Привет, я это Слайм Ранчер и мы продолжаем, продолжаем заканчивать ранний доступ. Скорее всего, сегодня это будет последняя серия. Ух, какая красота. А ты, кстати, замечал в Тлеющей долине, какой здесь красивый водоворот? Особенно на рассвете. Ты посмотри в небо. Их, как всё закручивается. Да. Короче, что я здесь сделаю в Тлеющей долине? Я здесь уже всё собрал, за исключением последнего тайника. И всех Слаймиков всё-всё-всё нашёл. И я тебе говорил, за порталом вот тут внизу спрятана дверка. Смотри, вот она, вот она. И я думал, как же её открыть-то? Всё, думал, думал. Оказывается, ответ-то был под носом. Просто нос нужно было вверху так поднять. И тут статуи нет опырочки. Закидываем туда, эй, закидываем туда плортик. Дверки открываются. И там, скорее всего, последний тайник, который я искал очень долго. О, тут ещё и ресурсики надо подсосать. И да, здесь тайник. Кстати, ну ничего удивительного. Сейчас узнаем, что там в нём. А пока ресурсики. Пока ресурсики. Накопительный элемент. Применяется в изготовлении для улучшения расширителя отсеков в АКПК. Отлично. Можно ещё расширить отсеки. Это просто чудно. Ну, а сейчас я возвращаюсь... Куда я возвращаюсь? Наверное, домой. Ой. Думаю, я хотел посадить ещё пару овощей. Сделать вот такие вот сады. Первый сад у меня будет с латуком. Вот. Пускай растёт латучок. Конечно же, мы всё это удобрим и поливчик замутим. Вот. И поставим здесь пугаслайм. Хоть один-то где-то у меня будет. Вот такой пугаслайм. Интересно, водой можно его поливать? О, да. Это как груша. Можно его фигачить. Хе. Развлекаться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чё, как так происходит? Ты видал? Смотри, что они творят. Э-э. Чуваки. Они кушать хотят. Они сбежали для того, чтобы покушать. Они увидели своё любимое дерево с мятным манго. Ребят, ну вы залезьте, пожалуйста, обратно. Как так вышло-то вообще? Ну, как так вышло-то? Сейчас я вас покормлю, не переживайте. Вот так и бывает. Сбегают эти осламики, когда очень хотят кушать. Всё, вроде бы всех поймал, всех затолкал. Вон там курица только сбежала, но это не моя. Не страшно, соседская, видимо. Сейчас я вас покормлю. Хлопчатые медовые. Покушайте. Вот-вот-вот. Вот вам. Хрумкайте, хрумкайте. Надо остальных покормить. Наверное, пожарные тоже сбегут. Пока я здесь, ещё один сад надо сделать. Ещё один. Вот такой вот. Здесь у нас будет свеклобиение расти. Тоже всё удобряем. Поливаем. Дома я всех покормил. Сейчас мы с тобой находимся на побережье звёздного света. И здесь у нас остались недоделанные дела, которые мы сейчас завершим. Ну, во-первых, нам нужно подорвать два горда. Один летающий. Ну, бабочка горда. И другой удильщик горда. Ну, а пока мы до них бежим, можно собрать ресурсики в виде дикого мёда. Ну, и, конечно же, мне нужна росца. Росцы, как бы, пока что нету. Привет, миложичка порхающая. Жалко, ты, конечно, летать не можешь. Ты, видимо, слишком пукленькая. У меня с прошлой серии осталось всего шесть росинок. Давай покормим. Вон, 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 росинка растёт, растёт, растёт. Я уже парочку нашёл. Ну, вот тут сейчас ещё одна упадёт. Так, я думаю, что надо, чтобы она не упала, чтобы я её схватил. Для этого надо залезть сюда. А то там снизу слаймики. О, покатилось, покатилось. Есть, уже четыре штуки нашёл. Отлично. Запарился я искать росу и подумал, а не пойти ли ко мне бомбануть удильщика. Он любит мясо. Мясо непростое, вот такое вот морское, куриное. Здесь, слава богу, рядом с ним было. Офигеть, какое количество куриц. Всех собрал. И сейчас откормим его любимой же едой. Она сейчас должна очень быстро бомбануться, вроде бы как. Или у меня не хватит. А, хватило ровно. Офигеть. Вей, сколько звёздочек вылетело. Жалко, звёздочек здесь собирать нельзя. Странно, что... А, вот они, вот они, удильщики маленькие появились. Я думал, а где же маленькие-то удильщики? Всё, отлично. Мне что-нибудь дадите, там кувшинка. Кувшинка уже, видимо, разбилась. И куда это я вылетаю? Вау, как круто. Нифига себе, как высоко. Вот это крутяк. И куда это... О, роса. Здорово. Вот это мне должен. Ну, тут высоковато, конечно, высоковато. А чё здесь, может, тайник есть? Зачем меня сюда выкинули? Наверняка тут где-то есть тайничок. Сюда пройти это куда я выйду? К мосту. Вон телепорт. Мы здесь взрывали кольца хвостового города. Ну всё, я набрал целую кучу росинок. Надеюсь, что это целая куча. И ещё одна росиночка. Теперь у меня 22 росы. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Учитывая, что я ещё до этого росой кормил своего пухляша летающего. Так, сейчас посмотрим. Ну шо, пупсик, ты готов взрываться? И открыть свою тайну. Давай, кушай. Кушай, ням-ням. Нам-нам-нам-нам. Ом-нам-нам-нам. Оу-у. Да, мне даже двадцатки не нужно было. И чё здесь... Оу-оу-оу, спокойно. А где другие хлопковые малыши? Они вниз упали? Ага, точно, они вниз упали. Ну чё, и я тоже тогда полетел? Ви-и-и-и-и-и-и-и-и. Так, вижу ресурсы. Отлично. Горшочек надо разбить. За текстуру улетел. А, нет, вот он, горшочек. Я уж испугался. Ресурсики давай тоже соберём. Пригодится. Вот чудесно. Тут много уровней. Морская курица тут тусит наверху. Блюдёт за всеми. О-о-о. Это же портал, походу, да? Это же портал. А, нет, это... Он открыл двери куда-то. Никуда выход. Ну давай вот сюда вот сходим. К тайнику, что ли, проход? Да нет, не к тайнику. А, ну это выход. Просто выход, да? Потому что вон там вот был наш порыхающий гордо. Наверху он сидит. Давай обратно вернёмся. Ай-а, тихо-тихо-тихо, не падаем. Выход ясен. А где тайники? Тут явно должны быть тайники. Огромное такое место, огромное пространство. Здесь у нас что? Это у нас гранита-фрукт. Граната-фрукт. Или как он? Гранитник называется. Тут, в принципе, и только... Я думал, это какаха, но это верёвка. Обо мне позаботились, как я буду выбираться обратно. А вот и тайник. Что в тайнике? В тайнике у нас телепорт на побережье звёздного света. Односторонний. Такой же, как в долину. Как бы ничего интересного. О, я, кстати, не обращал внимания, что тут какая-то фигурка. А, это распылитель, походу, да? И лопаточка. Давай почитаем, что он там расскажет. Брежь сильно уменьшилась. Это, которая за гордо парящим была такая брежь. Я туда пытался залезть. Это дарит надежду. Помню, как этот лабиринт впервые предстал перед глазами. Как шаг за шагом легко поглотил меня. Помню блуждание по бесконечным серым коридорам. Совершенно без понятия, что вообще происходило. Но на этот раз всё не так просто. Не важно как. Но надо поплотнее закрыть за собой эту дверь. Пройдя такой долгий путь, я не могу позволить, чтобы всё произошло снова. Что произошло снова? Чтобы брежь открылась заново. Он тут, короче, видимо, ковырялся и открыл ту брежь. Всё понятно. Это из-за него она открылась. И он забаррикадировал вот эту пещеру гордо. Чтобы сюда никто не мог проникнуть и заново открыть брежь. Вот она, эта брежь. Про неё он рассказывал. И мне дико интересно, что же там. И узнаем мы это как раз таки в релизе. Ну вот, собственно, и всё. Осталось только наблюдать за бегущими облаками. У меня, конечно же, здесь осталось ещё 14 тайников найти. Но это я сделаю уже, наверное, один. Там ничего интересного, скорее всего, и нету. Кстати, знаешь, где я ещё не был? Где я ещё не был? Вон туда я давленько хотел залететь. Вон этот островочек. Посмотри, что же там. Так что пойдём сделаем это. Уверен, что тут спрятан где-то тайник. Может быть, что-то ещё. Может, гордо даже какой-нибудь спрятан тут. А что-то ещё ни разу не было. Но радуга, это, конечно, вообще красота. Кто у нас здесь? Есть что-нибудь? Пока никого не нашёл. Слушай, а ты, накид, так да? А тайник тут по-любому должен быть. Тайник, может, наверху, где спрятался от меня? Тайник, да, темней. Блин, да неужели тут ничего нету? Я, конечно, сомневаюсь, что туда наверх что-то затолкали. Потому что сюда довольно... Хотя нет, можно сюда подняться. И тут ничего нету. Тут ничего нету. Да где? Тут явно же что-то должно было быть. Зачем целый островок делать отдельный? Может, здесь... О, вот, пожалуйста, вот-вот-вот он где спрятался, негодяй. Что там, что там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Груда камешков. Ну, вот про что я и говорю. Что остался один декор какой-то никчёмный. Я, короче, застал такой момент, знаешь, когда здесь была надпись Loading Price Market. Короче, первый раз такое увидел. Оказывается, этот экран здоровенный. Он перезагружается после нулей. И появляются новые цены. И офигел, когда продавал тут куча плортов, чтобы навариться огромным количеством монеток. Ну, а теперь настало время апгрейдов. Может, когда-нибудь я всё-таки смогу сделать себе сапоги, которые одену на ноги вместо своих кроссовочек-сандалет. В общем, давай посмотрим, что я ещё не открыл. Значит, выносливость. А, для того, чтобы открыть выносливость, нужно найти модуль, которого у меня пока что нет. Вот есть сердечный модуль. Значит, ресурсы я набрал огромное количество, пока тут носился, поэтому проблем не должно быть с ним. Расширитель отсека номер 2. Вот, давай его возьмём. Качаем. Отсек у нас прокачан. Вот эту штуку давай купим. Импульсная волна. Обязательно. Потом защита отсеков. И, наверное, всё. У меня всех ресурсов. А, чтобы третий уровень защиты отсеков прокачать, нужен модуль, опять-таки. И вроде бы всё. У меня по ресурсам всё уже закончится. Хотя на сердцебиениях должно хватить. И вот я всё прокачал, наверное, да? Хотя ещё сапоги можно было улучшить. Но лавовый пепел закончился. А вот реактивный ранец до второго уровня могу сделать. Ух, круто. Улучшенные двигатели на реактивный ранец, который потребляет на 20% меньше энергии, а веселье удваивает. О, вот это круто. Блин, надо, короче, за лавовым пеплом сбегать. Как я про него забыл? Ну, вот скажи мне, лавовый пепель, как я про тебя мог забыть, а? Ну, вот как. Я ещё, кстати, про... про нефть забыл. Тоже пригодится. Может быть, сапоги-скороходы второго уровня наденутся на меня, а? Всё собрал, всё закинул. Давай, покупаем. Э-э-э, ну-ка. Э-э, нет, даже второй уровень не оделся. Пойду проверю сапоги-скороходы. Ну, бегают они, конечно. Ну, вроде шустрее стал бегать. Вроде шустрее. Но визуально это незаметно, капец как. Ладно, пойдём посмотрим, что по декору я смогу сделать. Сколько у меня там ресурсов осталось. Значит, в принципе, здесь уже всё я купил. Всё, что возможно. Остались только апдейты. Но для них нужны модули. А чтобы эти модули найти, нужно искать тайники. На побережье Звёздного Света мне там осталось совсем чуть-чуть, по-моему, 6 или 7 тайников. Ну, это уже, как бы, в следующий раз, когда релизнится игра. Давай посмотрим вспомогательные элементы. Что у нас тут есть? Декор. Куча всяких деревьев. А, деньги закончились. Ну, ладно, с деньгами, думаю, не проблема. В общем, что будем строить из вспомогательных элементов? Значит, рывковая площадка. Давай её купим. Потом. Ловушка на гордо для начинающих. Тоже её купим. Гидротурель. Давай возьмём. Блин, у меня плорты лужицы кончились. Бибум, плорты тоже. Эх. Дальше чё? Медпункт. Ну, давай возьмём. Потом. Приманка для фруктовых слаймов. Ага. Приманка для плотоядных слаймов. А, бум, плорты кончились. Вот это что? Портативный кран. А, плорты лужицы нужны. Сейчас бегаем за ними. Почётное место слайма номер один возьмём. Пружинная площадка. Фосфорный плорт кончился. Сейчас бегаем. И колокол-укратитель. Ну чё, ребят, кайфуете тут, да? В своём прудике. Да, я бы тоже тут кайфовал. На солнышке-то вообще круто. И пригреваешься, и охлаждаешься. Два в одном. Пружинная площадка. Покупаем. Фосфорный притащил. И водяные тоже купил для кранчика. Отлично. Дальше. Ну, телепорт это неинтересно. Из декора что я могу себе позволить? Деревья давай купим. Потом вот такое деревья купим. Потом вот такое деревья купим. Камни конечную жиль. А, тут ресурсов не хватает. Вот такие вот камни давай возьмём. Чё, 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 чё? А, сливового раствора нет. Блин. Блин, блин. Воск кончился. Тут кристальные плорты нужны. За всем бежать надо. Злопоцветы возьмём. Чё ещё я могу купить? Вот это вот. Давай вот такие камушки возьмём. Так, вроде тут всё. Ну, и сейчас будем украшать и улучшать наш дом. Декорировать его будем. Итак, приступим с... С чего начнём? Давай, наверное... О, нифига себе, там сообщение какое-то пошло. Подожди, давай, наверное, его почитаем. Чё там? Все вчетвером мне чё-то хотите рассказать? Ай, ладно, потом с вами поболтаю. Уверен, что там ничего интересного. Короче, я всё-таки не удержался и почитал. И Хамфрис мне подарил телепорт. Монти мне дарит какой-то ключ от архива дронов. Ну, а Огдин, Ортис и бабуля Тора Вест ничего нам не подарили. Поэтому давай чудить. Давай чудить, наконец-то. Посмотрим, с чего начнём. Рывковая площадка. Её, наверное, лучше где-нибудь... Где-нибудь... Пойдём на полигон. Реально. Я сейчас устрою полигон. Здесь мы, конечно же, сейчас рассадим кучу декоратива. Всякого. А на полигоне будем тестить. Значит, вот здесь вот я бы посадил, наверное... Где тут у меня? Я бы посадил, наверное, здесь дерево. Вот такое вот красивое дерево. Вот тут вот у нас ничего нету. Никакого тенька, ничего. Может быть, я бы здесь тоже дерево посадил. Вот такое красивое установить. Вах, 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 вах. Ну, ладно, допустим. Вот тут вот ещё можно посадить что-то. Чё вот здесь посадим? Давай янтарное вот такое вот. Нет, здесь мы посадим золотистые цветочки. Златоцветы. Вот. Угу. Дальше. Вот тут бы я сделал камни. Камни почему бы нет? Вот. Камушки давай замутим. Вот так вот. Вот такие камни с грибами. Забавно смотрятся. И вам, ребятульки, тоже надо что-то здесь сделать. Чтоб вы смотрели на это. И, конечно же, вам янтарное дерево. У меня тут, кстати, случай случился. У меня, видишь, посбегали скалистые удильщики. Негодяи. Повылазили. Я сюда прихожу. Они повылазили и превратились в варф. У меня тут плорты были пораскиданы. И пришлось их водой залить. Уничтожить. Такие дела. Ну вот, давай еще раз пройдемся, посмотрим. Вот такое янтарное дерево. Здесь у нас обычное дерево. Здесь у нас камни с грибами. Вот. Такие чудесные. Тут вот такое деревце. Тут у нас златоцветы. Я бы еще, конечно же, построил здесь каменного смайла. Но на него сейчас ресурсов нет. И заниматься этим уже нет никакого желания. Очень много времени потратил на сбор ресурсов. Так что можешь обозвать меня ленивым жопсом. Ну а вот наш полигон для испытаний. Ранее я тебе говорил, что сюда хочу прибамбастить элитных слаймов. Но еще не определился, кто из них элитные, а кто нет. Так что, поэтому это место будет для испытаний. Итак, начнем. Чего мы построим здесь? Рывковая площадка установить. Вот такая вот площадочка. Вот она. Вау! И побежал. Короче, она позволяет нам не тратить свою выносливость. Очень годно, когда ты бегаешь на островах. Можно этому, кстати, лупануть и носиться. Сейчас, подожди. А на ранец это используется? Как это юзается? Не, на ранец-ранец это не действует. Это печально. Но на бег как бы вообще без проблем. Ви-и-и-и. Ладно, дальше. Пружинная площадочка. Ну-ка, ну-ка, подпрыгнем. Вау! Вау! Ну вот это, кстати, тоже здорово. Можно прыгать, запрыгивать. Тоже можно строить на островах. Но как бы зачем, когда у тебя есть ранец, да? Ну, не знаю. Такое себе. Бесполезная, наверное, вещица. Но поприкалываться можно. Ви-и-и. Дальше у нас будет гидротурель. Вот как она выглядит. Можно ей... Можно ей поуправлять. Но она не будет управляться, потому что здесь нету варов. Она против варов как бы используется. А в режиме установки ей можно поворачивать. Вот. Я, короче, забрал эту гидротурель. Мы сейчас ее попробуем использовать на варах. А поставим сюда что-нибудь другое. Например. Давай приманку для фруктовых слаймов. Вот. Вот так вот. Побьем ее, конечно, как грушу. Вот. Приманка здесь. Приманку... Сейчас все приманки здесь выставим. Приманку сюда. Овощную. Вот. И приманку сюда. А, у меня больше нет приманок. На мясную мне, видимо, тогда не хватило, да? Там курица была. Ладно. Тогда ловушка на гордо поставим сюда. Вот. Отлично. Ммм. Кстати, если бы я здесь золотой имбирь положил, сюда бы золотистый гордо прибежал к нам. Это было бы круто. У меня тут как раз морковка есть. Сейчас ее сюда положим. Вот. И будем ждать. Надежде на то, что здесь появится огромный гордо какой-то, который любит овощи. Вот здесь вот, прям по центру вот этой вот арочки я поставлю, значит, почетное место слайма номер один. Вот. Я сюда потом какого-нибудь слаймика затолкаю. Можно вара попробовать затолкать, если я ее затащу. Дальше. Что у нас? Колокольчик остался и поливайка, поливайка, поливайка. Давай ее вот здесь воткнем. Вот такая вот поливайка. Можно отсюда воду набирать. Вот. Отлично. Давай. Набирайся. Е-е-е. Если очень жарко и мучает тебя жажда, можно подойти вот так вот. Вот так попить, типа. Типа. Ну, это типа чисто в твоей фантазии. Дальше что? Колокольчик. Ну, давай вот этот вот. Медпункт давай поставим. Медпункт, я всегда думал, что это будет небольшое помещение, в которое ты входишь и тебя там лечат. Но ты обычная платформа, на нее встаешь. И тебе должно быть хорошо, когда тебя покусали. Но жизнь здесь восстанавливается очень быстро, поэтому медпункт это просто трата средств. Дальше. Колокольчик. Я его поставлю в другом месте, так что все, у меня тут все закончилось. Это место мы покидаем, оставляем ненадолго. Можно поспать, вернуться и здесь уже что-то должно быть. На приманке должен кто-то клюнуть и, возможно, гордо даже появится. А теперь настало время наделать кучу варов, чтобы проверить нашу гидропушечку. У меня тут есть вот, на, кушай. Вот. Вот. Блин, плохо. Очень плохо. Ребят, покушайте, понаделайте. А, они же плодятся сами по себе, эти вары. Давайте, кушайте. Я просто постою, посмотрю, как тут все происходит. Вон уже три вара. Отлично. Плодятся, хорошо. Ну ладно. Большое количество сильно не буду делать. Где бы ствол-то разместить? Вот здесь вот давай, наверное, сделаем. Опа. Гидропушка установить. Отлично. Поехали. Давай, стреляй. Вау. Вон и сколько. Давай, пуляй. Красава. Но она медленная, капец. Она очень долго думает. Но работает. Ай, в меня-то зачем? Ну, туда давай, 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 давай. Здесь больше гидропушек нужно, походу, да? Она одна не справляется. Ладно, я тебе помогу. Я пошустрее стреляю. Нифига себе, я их тут надел. Мью, разлет. Разлет-полет. Ну вот и все. Зачистили поляночку. Слаймы могут жить теперь здесь спокойно. Правда, я был причастен к тому, чтобы истребить здесь всех слаймов. Но все ради экспериментов. Вон там еще, смотри, засел. Мне нужно было проверить нашу гидропушку. Я понял, что это фуфло. Поэтому можно ее, в принципе, отсюда брать. Подобрать. А теперь пошли искать злобных ларга. Чтобы проверить на них колокольчик. Тут вот как раз рядышком они есть. Вот они злобные. Так, сейчас проверим. Вот здесь, вот где, где здесь можно поставить? Где можно поставить колокольчик? Где колокольчик можно? Тут не ставится колокольчик. Вот блин. Вот блин. Ребят, давайте я вас перекину вон туда. Вон туда. Да, вот есть место, куда вас поставить, где можно. Вот тут один утонул, конечно, не круто. Так, ребятки. Вот я ставлю колокольчик, установить. И смотри. Колокольчик сделал их более-менее веселыми. Вот они, эти злые ларга. Вот тут вот злые ларгу. Вон они, вон они. Огромная куча. Надеюсь, что здесь я смогу поставить сейчас. Да не, прикинь, здесь нельзя поставить. Ну что такое-то? Почему в этой местности нельзя ничего построить? Ладно, давай вот здесь вот построим. Вот он, злый день. Один-единственный злый день. Смотри, вот он злится. Он будет меня сейчас кусать. Идем к колокольчику. К колокольчику. И все, он стал добренький. Ой-ой-ой-ой. Нет, он пока не стал. Он еще злится. А теперь стал. Все, я позвонил в колокол. И тут вары сразу прибежали. А у меня... Так, гидропушка, подожди. Гидропушка у меня же с собой она. Давай ее здесь поставим. У меня просто воды нет. Не смогу отбиться. Не смогу помочь вам, ребят. Только надейтесь на гидропушку. А я побежал. Нет, шучу. Я останусь здесь. Я останусь здесь. Я буду болеть за вас. Гидропушка, давай. Брич, бич. Ой, ну это вообще бестолкотнее. Есть вода где? Колокольчик можно, кстати, отсюда забрать. Он тут больше не нужен. Хотя, может он наваров как-то подействует, а? Нет, наваров он не действует вообще никак. Давай, одинкой-бринкой. Ого. Вот этот фейерверк. Нет, никак не есть тут. А, забирай его. Я это тоже забираю. Все, тут уже все равно всех побрали. Валим отсюда. По поводу архивного ключа. Пойдем посмотрим, как он делается. Ключ, который нам дала Моти от архива дронов. Что он делает, короче? Я посмотрел на ютубчике. Оказывается, ты когда читаешь записи в дронах, ты можешь нажать на ключ. И он реально расшифровывает еще дополнительные записи. Как бы ничего уникального, но возможно по сюжету там что-то отдельное есть. Это я оставлю на потом. А сейчас мы идем спать. Спать до утра, чтобы пойти на нашу испытательную площадочку и посмотреть, произошло ли там какое-нибудь чудо. Появился горд, или может приманки сработали, еще что. Сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Пока я никого не вижу. Вообще никого не вижу. О! Горда есть. К приманкам никто не прибежал. А горда есть. Розовый. Розовый горда. Кстати, в этой игре не было розового горда. Ну давай его покормим и бомбанем. Блин, ну круто. Я вырастил в Слайм Ранчери своего горда розового. Его тут в принципе по сюжету не было. А у меня есть. Притащил тебе кубнички, так что давай кушать. Надеюсь, что тебе столько кубники хватит. Ноже, нож, нож. Еще чуть-чуть ему нужно. Да, хватило. Робла. Как надо. Уи-и-и-и. Ну тут как бы куча розовых слаймов и горшочек, в котором ничего дельного. Ну вот, собственно, и все. Вот на этой прекрасной... А, подожди. Розовый слайм. Ты у нас слайм года. Первое место тебе. Потому что ты один из самых первых. Ты самый лучший. Ты везде есть. Когда мы заходим в игру, мы кого видим в первый раз? Какого слаймика? Правильно. Розового. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрел. Ждем теперь обновлений, либо релиза уже игры, я не знаю. Ну, скорее всего, обновлений, которые мы продолжим играть. Спасибо, что смотрел. Не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Поставить лайк под видео, если еще не поставил. И увидимся мы с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok